Доброе утро, дорогие телезрители! Давайте вспомним один очень правильный рецепт для завтрака. Сегодня мы будем готовить классическую творожную запеканку, как в нашем с вами детстве. Для приготовления этого блюда нам понадобится творог 200 граммов, 2 куриных яйца, немного сметаны, сахара, манная крупа и ванилин, ну а также немного сливочного масла для смазывания формы. Вот весь перечень нехитрых ингредиентов, из которых мы приготовим вкусный, полезный и очень сытный завтрак. Давайте начнем. Итак. Два яйца. Можно немного перемешать. Слегка взбиваем яйца. Дальше. Добавляем. 1,5 столовые ложки сахарного песка. Продолжаем взбивать. Пока мы готовим основную смесь для нашей творожной классической запеканки, можно включить духовой шкаф для того, чтобы он немножечко разогрелся. Слегка взбиваем яйцо с сахаром. Ну а дальше все остальные ингредиенты засыпаем в ванилин. Добавляем. 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 Примерно 2 столовые ложки манной крупы. И вновь тщательно перемешиваем, стараемся, чтобы не образовывалось комков. Ну и еще остался у нас творог. Его также мы добавим в нашу смесь. Как выбирать творог? Если у вас есть домашний, то, конечно же, нет ничего лучше. Но если вдруг не держите корову, нет домашнего творога, ничего страшного. Подойдет любой, самый обычный. Даже если вы на диете, можно взять обезжиренный творог, либо с низким содержанием жира. Все, понемногу дробим нашу творожную смесь и добавляем к остальным. Ингредиентом. Вновь нам необходимо все тщательным образом перемешать. Растереть творог с яйцами. Если творог крупнозернистый, можно предварительно его протереть через сито, чтобы масса получилась более однородной. Ну а теперь к выбору формы. Форма может быть металлическая, может быть силиконовая, тоже очень удобно. Совершенно неважно, какой будет форма. Даже если есть у вас небольшие формы силиконовые, в форме различных зверушек, сердечек, можно приготовить запеканку. В этих формах дети точно не останутся равнодушными. Итак, мы смешали нашу массу. Ну и дальше необходимо нашу форму смазать изнутри. Для того, чтобы запеканка не прилипла к бортикам. Можно использовать кисточку. Можно, кстати, предварительно немного растопить масло. Но, как правило, утром каждая минута на счету хозяйки спешат, спешат приготовить вкусный завтрак, порадовать своих родных и близких. Кстати, в такую запеканку можно добавлять изюм, орехи, сухофрукты. Все, что пожелаете, все, что вы любите. Итак, форма смазана. Выкладываем в подготовленную массу. Духовка, напомню, у нас уже разогревается. Если слой запеканки получится тоненьким, соответственно, и время выпекания будет гораздо меньше. Поскольку у нас рецепт утренний, я выложу небольшим слоем, примерно полтора сантиметра. Ну и такая запеканка будет выпекаться в течение 10-15 минут. Равняем. Можно нарисовать узоры. Если вы ровняете вилкой, можно нарисовать зигзаги. Мелочь, а приятно. Все, обратите внимание, мы выложили нашу массу, можно направлять ее в духовку. Если слой тонкий, напомню, примерно полтора-два сантиметра, выпекаться такая запеканка будет около 10-15 минут при температуре 180-200 градусов. Ну а нам можно наливать чай и ждать, пока наша запеканка приготовится. Прошло 15 минут, наша запеканка подрумянилась. Я думаю, что она уже готова, можно доставать и подавать. Посмотрите, какая получилась запеканка. Румяная, красивая и пахнет очень-очень здорово. Немного подденем ее по краям. Ну и выложим на блюдо. Можно ее нарезать, можно, кстати, немного украсить сахарной пудрой. Немного посыпем. Посмотрите, какая получается красота. Мало того, что это красиво, так это еще и очень-очень полезно. Ну и какая же запеканка без сметаны. Сметану тоже выкладываем рядом. Ну что ж, наш завтрак готов. Я напоминаю, что сегодня мы готовили запеканку по классическому рецепту. Попробуйте и вы, мало того, что это очень красиво, это еще и очень-очень полезно. Говорят, что творожная запеканка – это один из самых полезных и правильных завтраков. Приятного аппетита и хорошего дня. До свидания.